Друзья, кроме всего прочего, не будем забывать, что институт иногентства не дремлет, что люди, организации, СМИ, благотворительные организации продолжают становиться иногентами. Некоторым из них, единственной организации под названием «Гуманитарное действие», не так давно удалось выйти из списка иногентов, чему мы безумно радовались. Но совсем недавно, позавчера, ее снова внесли в список иногентов по результату решения суда. Об этом мы поговорим, речь идет про организацию «Гуманитарное действие», которая помогает наркозависимым людям, людям с ВИЧ. На связи у нас экс-директор по развитию этой организации Алексей Лахов. Алексей, привет! Добрый день, Алексей! Добрый день, коллеги! Ну, или еще утро, да, у вас там? Доброе утро, да. Скажи, чем мотивировано было возвращение вас в подчетный список? Можно сначала все-таки про извлечение из этого списка? Я правильно понимаю, что ваша организация была первая, которая добилась исключения из списка иногентов? Там была хитрая формулировка. Мы добились исключения из списка иногентов по суду без отказа от иностранного финансирования. Потому что до этого те организации, которые выходили из этого реестра по решению суда, они отказывались от иностранного финансирования. В течение года его не получали, и тогда суд становился на их сторону и исключал их из реестра. А нам вот удалось полностью отбить решение Минюста о том, что мы иноагенты, о том, что мы занимаемся политической деятельностью. Ну вот, к сожалению... Можете рассказать подробно, как удалось это отбить? И что вообще являлось политической деятельностью, по мнению судана? Да, в нашем случае политической деятельностью являлись ряд интервью, которые я, в частности, дал «Новой газете», «Общественному телевидению России», еще другим СМИ, в которых высказывал свою личную точку зрения о принимаемых законопроектах, законопроектах в отношении наркозависимых людей, в отношении ВИЧ-инфекции и так далее. И также поводом для включения в реестра, опять же, в виде политической деятельности, признали даже мою личную историю о жизни с гепатитом, в которой я рассказывал о том, как я вылечил гепатит. И в этой истории я призывал людей подписать петицию о создании в России национальной стратегии по борьбе с вирусными гепатитами. Вот это тоже считали политической деятельностью. И еще один был интересный момент. Мы обращались в Минюст, там как раз шло рассмотрение законопроекта о профилактике ВИЧ-инфекции, и сами представители Минюста говорили о том, что направляйте нам свои предложения. И мы их внимательно рассмотрим и присовокупим, так сказать, к папке. Но, видимо, присовокупили не к той папке и внесли даже наше обращение в Минюст вот это вот в качестве политической деятельности. Причем за год до этого, когда проводилась еще одна внеплановая проверка, вот ровно то же самое обращение никто даже не посчитал в политической деятельности. Но, видимо, за этот прошедший год конъюнктура изменилась, и вот это обращение уже стало политической деятельностью. И вот таким образом нас, собственно говоря, и внесли в этот реестр. Но потом начались, на самом деле, достаточно странные вещи, потому что Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге, он согласился с мнением Минюста и оставил нас в реестре. А потом, когда началось рассмотрение дела уже об административном штрафе, потому что, когда ты попадаешь в реестр, тебя практически автоматически сразу приговаривают к штрафу за то, что ты сам до этого не подался в этот реестр самостоятельно. И вот Петроградский районный суд встал на нашу сторону. Но это был первый такой удивительный случай. И они сказали как раз о том, что неусматривают у нас политическая деятельность, и что мы не вышли за рамки нашего мандата. Поскольку мы организация, работающая исключительно в сфере здравоохранения, у нас есть все медицинские лицензии, которые это подтверждают. И даже те интервью, которые я, например, давал, они также были исключительно в сфере здравоохранения и могли, в принципе, рассматриваться не как политическая деятельность. И нам в результате не стали присуждать вот этот штраф в размере 300 тысяч рублей, который практически всем иноагентам присуждается. Это был первый удивительный случай. А второй удивительный случай случился как раз в городском суде, куда Минюст, куда мы, вернее, подали апелляцию на решение Октябрьского районного суда. И там городской суд как раз единогласно встал на нашу сторону и действительно согласился даже в чем-то с мнениями Петроградского районного суда о том, что у нас действительно нет никакой политической деятельности, что это подтверждается наличием у нас медицинской лицензии, и что мы действительно не вышли за рамки нашего мандата. Вот как-то так. Так, а что же случилось потом? А потом вдруг опять вышли? Чудеса закончились. Да, а потом у Минюста было полгода на то, чтобы обжаловать, в свою очередь, лишение городского суда Санкт-Петербурга уже в суде вышестоящей инстанции, в кассационном суде. Ну и, собственно говоря, вот по истечении нескольких месяцев они эту жалобу, это обжалование туда подали, свои возражения. И вот буквально позавчера состоялось это заседание, и там, как рассказывает адвокат наш Максим Крупский из общественного вердикта, буквально 5-7 минут суд посовещался и вынес решение уже о том, чтобы обратно вернуть нас в этот реестр. То есть там не было такого тщательного рассмотрения дела, как в городском суде, когда действительно там было несколько заседаний, когда вызывали экспертов, когда заслушивали мнение сторон и внимательно изучали всю документацию, которую мы им принесли. Вот буквально 5-7 минут такой прерванный половой акт, скажем так, да, и все. И в результате нас обратно возвращают в этот реестр. Как суд объяснил, что предыдущий суд ошибся и на самом деле политическая деятельность у вас есть? Ну, пока еще постановления на руках, насколько я знаю, у руководства нет. На самом деле суды достаточно долго его готовят, и там может несколько недель пройти, а то и месяц, прежде чем ты получишь его на руки. Но в тех возражениях, которые Минюст направлял в суд, они как раз говорили о том, что они опять вернулись к тому факту, что все-таки нашу деятельность нужно рассматривать как политическую, и что те лицензии, которые у нас есть, они не регулируют те темы, о которых мы высказывались. Потому что действительно у нас, например, есть лицензия на медицинскую деятельность, а мы высказывались, допустим, на тему ВИЧ-инфекции. И здесь получается, наверное, что у нас должна была быть лицензия на работу врача-инфекциониста, например. И тогда это дало бы нам право высказываться на эту тему. Я не знаю, честно говоря, их логику, но тем не менее они бы говорили именно об этом. Плюс указывали на какие-то процессуальные нарушения, которые якобы были допущены в рамках этого процесса. Но, опять же, я не юрист, мне сложно сказать, насколько они были обоснованы на эти возражения. И, может быть, они были действительно обоснованными и поэтому суд с ними согласился. Но почему-то мне так не кажется. Да, иметь лицензию на то, о чем ты высказываешься, это, конечно, забавно. Интересно, а мне тоже нужно иметь лицензию на, не знаю, деятельность в области утр, чтобы говорить людям доброе утро? Такая. А есть ли у тебя лицензия на озвучивание точного времени от, не знаю, регулятора точного времени Российской Федерации? Это своеобразно. У меня еще есть вопросы касательно того, как, в принципе, изменится помощь ВИЧ-инфицированным и наркозависимым. Ну вот, и изменилось, может быть, уже. Леш, ты как эксперт в этой сфере, расскажи, что уже поменялось и чего ждать? Ну, у нас, на самом деле, во-первых, есть определенный рост по, рост цен по определенным лекарствам, например, в том числе связанным с лечением ВИЧ-инфекции, гепатитов, вот, и есть уход некоторых фармацевтических компаний с рынка, которые занимались как раз производством этих лекарств. Локализация этих лекарств здесь, в России. И, кроме того, ряд компаний, они сворачивают свои маркетинговые исследования здесь. А именно за счет маркетинговых исследований частично финансировалась деятельность пациентских организаций. Ну вот, предоставлялись безвозмездные пожертвования как раз вот из этих денег. И здесь, конечно, есть опасность, что у пациентских организаций, которые занимаются этими проблемами, денег просто станет меньше. Плюс есть настороженность со стороны иностранных доноров, потому что все-таки большую часть программ, направленных на помощь наркозависимым людям, представителям ЛГБТ-сообщества, другим уязвимым в отношении ВИЧ-инфекции группам, финансировали иностранные доноры в первую очередь, поскольку для Российской Федерации, как страны достаточно консервативные и имеющие немножко другую повестку, все-таки помощь этим группам не представлялась такой важной, как иностранным донорам, которые уже со СМИДом борются гораздо дольше от нашей страны и понимают прекрасно, что если эпидемию не остановить вот в этих ключевых группах, так называемых, уязвимых, то она дальше просто выйдет за пределы этих групп и будет распространяться уже в общее население. Ну, собственно говоря, что мы в России и видим сейчас, потому что у нас больше 70%, уже, наверное, даже больше 80% случаев передачи ВИЧ-инфекции новых происходит среди гетеросексуальных пар, так называемых обычных людей, которые даже ни сном, ни духом не знали о том, что могут инфицироваться ВИЧ. Тем не менее, среди ключевых групп также продолжается распространение этой инфекции, и вот здесь мы и боимся как раз, что если те успехи, которые неправительственные организации России сумели достигнуть за прошедшие годы, если они не будут дальше поддерживаться финансированием, то я боюсь, что мы получим новую всплескную инфекцию и в ключевых группах, ну и дальше, соответственно, уже это будет еще больше влиять на эпидемию в общей популяции, потому что и так у нас уже более, по официальным данным, более 1,1 миллиона 100 тысяч человек живут с ВИЧ. По неофициальным прогнозам это количество может составлять порядка полутора миллионов человек. Ну и с наркопотреблением тоже у нас в Горигоне все хорошо. Опять же, по некоторым оценкам, от 5 до 8 миллионов человек в России могут регулярно или эпизодически употреблять наркотические вещества, и если с ними никто не будет работать над перенаправлением в реабилитацию, над профилактикой ВИЧ-инфекции, гепатитов среди этих людей, то я боюсь, что мы через некоторое время снова получим такой некий всплеск еще и наркопотребления. К тому же все эти события, связанные с войной и со всеми этими другими катастрофическими последствиями этой войны, они не могут не сказаться на психологическом здоровье людей, и, соответственно, чем больше у людей тревожность, чем больше они беспокоятся за свое будущее и будущее своих детей, тем выше вероятность, что они снова вернутся к употреблению алкоголя или наркотиков и будут практиковать другое рискованное поведение. Алексей, у нас в чате спрашивают, можно ли сказать, что в России эпидемия ВИЧ? Можно ли применить такую терминологию? По данным Министерства здравоохранения у нас нет эпидемии, по данным Федерального центра СПИД у нас эпидемия есть, причем уже очень давно, и по данным ряда других крупных уважаемых международных агентств, таких как, например, UNAIDS, у нас уже есть эпидемия. Слово эпидемии в здравоохранении примерно равна, слово войне в Министерстве обороны по уровню дискредитации российской медицины? Ну, наверное, да, потому что недаром же Министерство здравоохранения не хочет называть эту проблему эпидемией, они все время стараются показать, что у нас, вот вы знаете, у нас меньше миллиона человек живут в ВИЧ, у нас там порядка 900 тысяч, а за порог в миллион мы еще не перешагнули. А миллион – это та черта, после которой начинается эпидемия? Ну, вообще считается так, что генерализованная эпидемия начинается тогда, когда у нас 1% беременных женщин живут с ВИЧ-инфекцией, и вот в какой-то момент этот химический порог был превышен, Самаре-то точно был превышен. Там есть несколько, на самом деле, градаций, скажем так, я вот сейчас не буду, наверное, давать эти подробности, но потом могу прислать ссылку, где есть вот эти интересные все дискуссии насчет того, были у нас эпидемии ВИЧ-инфекции или не было у нас этих эпидемий, но лично на мой взгляд, это, опять же, не позиция фонда, это моя точка зрения, у нас уже давно есть эпидемия, более того, можно с уверенностью говорит о том, что у нас есть эпидемия ВИЧ-инфекции в определенных возрастных группах, например, среди мужчин, допустим, в возрасте от 35 до 45 лет, когда уже больше 3% мужчин у нас инфицированы ВИЧ в этой возрастной группе. Специальная медицинская операция, это не эпидемия, Даша, пойми уже, наконец. И еще у меня один вопрос в связи с эпидемией и текущим положением санкции. как-то сказались или скажутся, может быть, в скором будущем, на качестве медицинской помощи носителям ВИЧ и на профилактике ВИЧ? Ну, пока вот государственные спеццентры, в которых предоставляется бесплатная терапия для людей с ВИЧ, они не столкнулись с нехваткой препаратов, то есть препаратов есть, и их хватит как минимум до конца этого года. Что касается, например, тест-систем для измерения уровня вирусной нагрузки, ну и для контроля других важных параметров этого заболевания, а то там перебои, на самом деле, с этими тест-системами бывали еще и до начала спецопераций, да, и вот всех этих санкций, но некоторые активисты прогнозируют, что может, к сожалению, наступить. И здесь тоже проблема. По крайней мере, цены на тест-систему могут вырасти, и цены на обычные тест-систему уже выросли, ну и плюс на различные другие расходные материалы, связанные с тестированием, например, также уже пошли в рост. Я думаю, что и препараты подорожают через какое-то время, вот, особенно те, которые еще не до конца, скажем так, локализованы в России. Ну, не знаю, уже мы видим рост цен на различные другие медицинские препараты и изделия, да, вот как минимум там на 15, на 20, на 30 процентов. Поэтому я думаю, что да, действительно, это скажется все, и препараты подорожают, и, соответственно, возрастут расходы бюджета на закупку этой терапии. И, соответственно, я вот, чего лично я боюсь, что это будет служить дополнительным, скажем так, критерием отбора для того, какие люди будут попадать на терапию в первую очередь, а какие могут подождать. И подождать, скорее всего, смогут, ну, в кавычках, смогут, естественно, люди, которые, например, являются активными надпотребителями, да. Их и раньше-то, на самом деле, то, ну, там, буквально 10 еще лет назад особо не приветствовались в спидцентрах, да, хотя именно они были той группой, в которой концентрировалась эпидемия ВИЧ-инфекции. И все равно врачи старались брать на лечение в первую очередь тех людей, которые, ну, являются, скажем так, социально адаптированными и смогут соблюдать приверженность к лечению. Это потом появились уже обновленные рекомендации, в которых говорилось о том, что и активным наркопотребителям также необходимо назначать терапию. Ну, и я боюсь, что вот это может все привести к тому, что опять начнется вот это деление на наших и не наших, в том числе и здесь, в сфере медицины. Да, спасибо. Леша, слушай, будем надеяться, что благодаря тому, что существует, ну, например, гуманитарное действие, как-то получится хотя бы чуть-чуть сгладить тот эффект, который от войны, ну, и в России тоже присутствует, по крайней мере, для людей с ВИЧ-инфекцией и людей наркозависимых. По поводу решения суда еще хотел спросить, планируете ли обжаловать, какие дальнейшие действия вообще у вас намечены по поводу вашего иноагентства? Поскольку я не являюсь уже официальным сотрудником фонда, я не могу на этот счет пока ничего сказать, но, насколько я знаю, пока не получено на руки решение суда и та мотивировочная часть, которая в нем содержится, пока даже непонятно, что дальше будет происходить. Возможно, потом, когда мотивировочная часть появится на руках и будут проведены консультации с юристами, фонд примет решение о том, обращаться ли, например, в Верховный суд или нет. Ну, пока, насколько я знаю, это решение, оно не принято. Леша, если уж ты заговорил про то, что уже не являешься сотрудником фонда, вопрос, связан ли был твой уход с началом войны? Ну, в моем случае, да, поскольку я, опять же, сразу занял такую достаточно яркую антивоенную позицию и начал писать различные обращения в различные инстанции и выходить на различные митинги, пока они еще происходили, да, вот сразу после начала войны, естественно, вся эта вот такая деятельность могла, ну, поскольку, опять же, там и мое имя неоднократно упоминалось в этих актах Минюста о присвоении на агентство, ну, и в целом, внимание, наверное, было более, скажем так, повышено, я принял решение о том, что лучше, вот, скажем так, продолжать свою активную гражданскую деятельность, да, но при этом не подставлять вот удар организацию, поскольку, ну, зная, ну, прекрасно, примеры различные, вот, давления, которое оказывалось через руководителей организаций, да, вот, на сами организации, и, конечно, не хотелось подставлять просто никого от этого. Спасибо, спасибо за то, что вы делаете, и спасибо за комментарии этим ранним утром. Это был Алексей Лархов, бывший руководитель. Директор по развитию фонда гуманитарное действие, который помогает наркозависимым и людям с ВИЧ-инфекцией. Спасибо, Леша, до встречи в следующих наших эфирах, пока. Всего вам всего доброго. Спасибо вам. Спасибо.